Дождался я своего звездного Мига длиной в 5 лет, где-то многократно смерзала у меня калиана, пока не прошло несколько подряд хороших теплых зим и зацвел у меня клематис горный. Не знаю, их множество сортов, есть такие, которые цветут до распуска листьев. Ну здесь явно уже цветение после распуска и я вижу все новые и новые бутоны. Чем интересен этот клематис? Да, действительно одно из его свойств, есть такие сорта, которые цветут до распуска листьев. Мне хотелось это конечно увидеть. Немного таких лиан, мы знаем, глициния китайская, еще несколько видов. Вот именно клематис горный, он характерен своими розовыми красивыми цветами, достаточно крупными, хотя есть у клематиса Жакмана гораздо больше цветы, но отличие от клематиса Жакмана, эти цветы ароматны. Вообще клематисы обычно ничем не пахнут и пчелы их не посещают. Этот клематис, на нем я видел уже пчелы шмелей и он действительно имеет такой мягкий приятный аромат. Передать его я не смогу сказать, как он пахнет, очень приятно. И еще у него бордовые листья, вот что интересно. Такой насыщенный бордовый, как будто это сорт какой-нибудь нигра. Этот клематиса вплел гинго и здесь местами проскакивает, даже можно не заметить листья гинго. Я не стал пересаживать, поскольку надеялся на цветение. Вот оно настало. Еще цветет интересная лиана, сенофраншетия китайская. Цветение лиана это вообще событие замечательное. Сейчас только из Лианглициния зацвела еще несколько. Вот цветет сенофраншетия. Цветы невзрачные, на распуске они гораздо красивее. Такая розовая малина выходит. Это семейство арзезабаловая. К ним относятся акебия и еще некоторые. Они близки к лютиковым. Цветы невзрачные, но зато очень красивые и импозантные такие плоды она выдает. Синие пальцы. Как у акебии. Характерно для этого семейства. Вообще в этом семействе нету деревьев, только пару кустарников и лианы, остальные травы. У нее, конечно, очень красивый лист. На распуске такой нежно-розовый и такой как, не знаю, немножко с медным оттенком таким, когда это распускается очень красиво. Зимой побеги сизы, такая декоративная лиана. Ну, поскольку она у меня одна, я не смею надеяться на плоды. Может быть, увижу. Вот еще одно чудо, которое уже цветет достаточно долго. Это акебия петерная. Есть еще акебия тройчатая, но она совсем еще маленькая и снимать еще цветение не приходится. Вот сама лиана. Она ввела бузину прямо напротив дома. Я ее посадил. Вовсю дает сейчас отводки, которые цепляются при помощи. Они вьются как горох. И интересный цветок. Вот здесь уже цветок отсвевший. Выходят женские цветы. И вот как зависть, которая на самом деле не завязалась, чтобы получить плоды, нужно переопыление. Несколько экземпляров. И мужские цветки в центре, которые тычиничные. Вот если при опылении, при удачном стечении обстоятельств она опылилась, здесь начинают расти такие синие пальцы. Но здесь мы видим, она продолжает свисти. Чем еще интересно называется шоколадная лиана, потому что кофейный такой, кофейный аромат, такой аромат шоколада. Цветы достаточно крупные и они спорадически вспыхивают тут там, тут там в кроне. Ну а бузина это удачный союз такой. Бузина хорошо кормит, оздоравливает почву. И лиана здесь это процветает. Все эти лианы, которые я рассказывал, легко размножаются как древесным черенком, так и зеленым, который сейчас после отцветания можно будет наломать просто и во влажный песок. Еще одна, да, она светит на теле. Вот, спугнул первую почву, сейчас утро, 28 мая. Предыстория такая, это у меня здесь рассадка глицини. Я ее весной растаскивал, глициния китайская, семенная, соответственно. И этим растением три года, и вот на третий год я заметил на березе, я не стал пересаживать бутоны. И вот она с роспуском листьев зацвела. Не скажу, что за сорт. Это семена перепыления разных сортов. Но мне понравилось красивый фиолетоватый мотылек такой с желтым таким ядром. Желтые лучики расходятся и достаточно длинные кисти. И факт того, что она на третий год зацвела, будет говорить о том, что это какой-то такой обильно цветущий, ранне цветущий сорт. Вот кисти длинные, вот сейчас смотрю, 40 сантиметров кисть где-то, 30-40 сантиметров. И они везде-везде идут. И только начало вот когда, на третий день, ну третий день где-то цветение идет. То есть вот ее я и буду размножать. Остальные пока оставляют желать лучшего. Они просто лианно развиваются. Плетутся. Некоторые по 5 метров вымахали. Здесь была у меня береза бумажная. Высокие березы из-за самых верхушек крона не достигли. Вот поэтому глицинию стоит сажать и размножать семенами. Но проверять на цветение, где-то если это хороший сорт получился, то на 4-5 год она должна зацвести. А динамика такая, из 50 засеянных растений зацвело одно на третий год. То есть где-то такая динамика. Поэтому вот сорта, если мы там, прошлое видео про глицинию, сорта стоит размножать черенком или отводками. Семенные, ну сажать где-то поблизости в лес и наблюдать. Если начало активно свистеть, легко можно размножить. Зеленым черенком и таким черенком, древесным хорошо. Еще глицинии, все виды глицинии замечательно дают отводки. При повреждении корней можно добиться. Ну как, вскопали, посадили кумбу, у вас пойдут отводки. Вот такое видео про майские лианы.